итак девочки начинаем вязать рукава смотрите это у нас спинка и полочка они сшиты между собой плечевым швом вот он у нас край здесь у нас находится так называемая пройма мы с вами когда вязали установили маркеры вот у меня маркер вот такой отдельный и с этой стороны точно так же сейчас я его найду вот он то есть мы установили с вами маркеры и между этими маркерами мы сейчас с вами должны набрать петли рукава сколько петель набрать вам посчитает калькулятор то есть даже думать не надо ни о чем вы просто набираете петли вот там будет общее количество то есть раз у нас здесь плечевой шов есть он делит наш рукав пополам то есть те петельки которые там в калькуляторе будут стоять можете разделить на 2 половиночку набрать с этой стороны половиночку набрать вот с этой стороны сейчас я вам покажу как набирать петли и мы с вами начнем вязать вот он у меня маркер так вот она ниточка вот она ниточка у меня так оставляем небольшой хвостик чтобы он у нас не выскочил руки конечно очаровательны и так маркер снимаю чтобы он нам не мешал и из этой петельки так смотрите набирать мы будем за кромочные петли поэтому найдите именно 2 кромочных вот они и за них заводите спицу для того чтобы достать ниточку так принципе можете воспользоваться крючком почему потому что ну вот допустим если такая пряжа как у меня набирать спицей сложновато ну вот я достала все в следующую петлю завожу точно также под две дольки кромочной петли я надеюсь что вам видно подцепляю рабочую ниточку достаю а дальше третью петлю я буду доставать из протяжки то есть вот эти две кромочные петли у нас между собой образуют вот такой вот столбик да это протяжка называется и вот из этой протяжки я завожу туда прям ныряю спицей достаю новую петельку то есть у нас будут петли из из-под кромочной снова из-под кромочной и из протяжки то есть вот так вот эти кромочные здесь друг за друга потянули нашли протяжку и туда вот в эту протяжку завели спицу нырнули за ниточкой и достали ее то есть вот таким способом набирайте петли и у вас будет все здесь красиво и хорошо главное подхватывать именно кромочные петли и не заводить спицу куда-то уже сюда в следующий столбик петель до тогда у вас все будет ровненько посмотрите у меня уже один рукав связан и я вам могу показать вот видите вот он столбик моих петель идет и все здесь ровно и красиво то есть никуда спицей далеко не шагаем чтобы вот этот вот столбик петель был ровный и ничего у нас нигде не захватывалось лишнего вот вот таким образом это еще все отпариться постирается общем будет выглядеть просто отлично и идеально у вас все должно быть точно так же в общем сейчас я набираю нужное количество петель далее мы с вами смотрим в калькуляторе сколько рядов нам нужно провязать и через какое количество рядов нам нужно сделать убавки вот сейчас я провяжу небольшое количество рукава и покажу вам как делаются убавки на рукавах и так девочки смотрите вот он рукав вот у меня плечевой шов это пройма то есть вот тут вы с вами только что набирали петли я уже провязала какое-то количество петель хочу вам показать что при бабочки должны быть симметричные да если мы с одной стороны делаем убавку в правую сторону то с другой стороны мы делаем убавку в левую сторону и они у нас должны выглядеть эти два края абсолютно симметричными вот сейчас я покажу как делать у бабочки как раз у меня тот ряд в котором нужно сделать убавку кромочную петлю я снимаю следующие две петли я провязываю и следующие две петли я провязываю вместе то есть делаю убавку убавку делаю на 3 и 4 петли справа у меня убавка справа я вижу классическими петлями то есть здесь у меня никаких переворотов не будет сейчас покажу что я делаю с этой стороны и и так довязала этот ряд почти до конца оставила 4 петли на спице и теперь делаю с этой стороны с левой стороны для меня до убавку в левую сторону то есть я свои петли переворачиваю так как я вижу классическим методом и провязываю эти две петли то есть у меня верхняя петля должна быть открытой не перекрещенной и красиво продолжать ряд то которую я убавляю от края она уходит под нее все эти две петельки провязываю так как обычно количество убавок которые нужно сделать по рукаву можно взять из калькулятора там он все просчитает сколько рядов вам провязать рукав сколько вам сделать убавок через какое количество рядов делается убавки и так далее и сейчас у меня уже то есть рукавчик у меня будет не длинный сейчас у меня уже начнутся ряды так скажем условной планки в калькуляторе этой планки нету но по низу я делала 6 рядов платочной вязки и я точно также сейчас закончу свой рукавчик то есть у меня до конца рукава осталось 6 рядов я вот эти 6 рядов сейчас провяжу платочной вязкой и сделаю закрытие петель классическим способом либо 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 иголкой посмотрим в общем я всегда выбираю смотрю на пряжу как выглядит закрытие как выглядят какие-то другие моменты вязания до смотрю как ведет себя пряжа именно в этом способе и уже из исходя из того нравится мне или не нравится я выбираю тот или иной способ ну например в как в данном случае закрытие петель рукавчик почти готов сейчас я довяжу его до конца и покажу что у меня получилось и так девочки смотрите начала закрывать по моему все получаются просто идеально вот они мои 6 рядов платочной вязки закрываю я лицевыми петлями с изнаночной стороны то здесь у меня получается такие бугорки да а косичка закрытия она проходит по изнаночной стороне то есть все выглядит хорошо смотрите главное чтобы не стянули этот край чтобы все выглядело ровно и хорошо ну вот изнаночный ряд видите я здесь провязываю лицевую петлю и ту которую у меня на спица перекидываю через нее снова провязываю лицевую петлю предыдущую перекидываю и вот так вот продолжаем до конца ряда девчонки дерзайте я хочу чтобы у вас получилось тоже все идеально то есть если вы выбрали какой-то другой вариант вязание вот этой планочки либо может быть закройте просто лицевую гладь сделайте закрытие все и вы знаете вот даже подкручивающийся край лицевой глади он также может быть оформлением почему бы нет вот так что девчонки пробуйте выбирайте смотрите как ведет себя ваша пряжа пусть все будет у вас отлично и вашим изделием все просто завидуют и так девочки после того как вы выполнили связали все детали я рекомендую сделать все-таки в итоге до того как мы будем сшивать боковые швы почему потому что если вдруг у вас пряжа садится то и швы могут оказаться стянутыми вот так что постирайте ну и лен конечно же здесь мне пришлось блокировать то есть выравнивать так как косина все-таки была такая неплохая косина я его выравнивала прям по по сантиметрам сантиметровую ленту везде прикладывала и проводила так сказать блокировку в общем вот в таком состоянии он у меня сейчас сохнет смоки куда пошел уходи дальше мы будем либо вышивать либо сшивать боковые швы то есть как вам удобнее тут уже в принципе разницы никакой нет если вы считаете что удобнее будет вышивать вот в таком вот так сказать расправленном разложенном виде то пожалуйста можно это делать до того как вы выполните боковые швы но если без разницы как делать вышивку либо вы ее не собираете сделать то тогда конечно же после того как изделие высохнет будем сшивать боковые швы